Ну что, ребят, ролик по поводу E-PLA. Комиссия у нас предложила правовую базу для цифрового евро и, соответственно, выдвинул законодательное предложение, которое установит правовую основу для возможного выпуска ЕЦБ цифрового евро как дополнение к наличным деньгам. Ну, как дополнение, ну, а потом налички уже может и не быть, поэтому имейте это в виду. В той же Африке уже ее отменяют, да, и цифровое евро отдаст потребителям альтернативное. Общее европейское платежное решение в дополнение к существующим сейчас опциям, и это означает большой выбор и более сильную международную роль валюты ЕС. CBDC будет работать как цифровой кошелек, пользователи смогут проводить оффлайн-транзакции. И виртуальная валюта обеспечит более высокий уровень конфиденциальности по сравнению с существующими решениями вроде платежных карт. Но, опять же таки, как, ну, ребята, ну, кто открывал счет, либо заводил карточку в банке, вы знаете, что там вы приходите с паспортом или с документами своими, поэтому о какой анонимности идет речь, я не знаю. То есть, при том, что там говорилось в любом white paper, любой у вас CBDC открываете, и, соответственно, что там указано, что вы проходите, KYC, то есть, know your client, know your customer, то есть, зная своего клиента, то есть, это что? Это ваши паспортные данные, ваши там коды там, ИНН и так далее. Ну, вы поняли, то есть, прописки. И широкая доступность использования также будет иметь важное значение для монетарного суверенитета ЕС, особенно если другие центробанки во всем мире начнут выпускать цифровые валюты. Ну, они уже это делают, и кто это все делал, помогает, скажем так, продвигать? Это компания Ripple и Stellar в первую очередь. Ну, а потом уже подключаются там Yota, Algorand, ETH тот же самый, кстати, ну и так далее и тому подобное. И я предупреждал изначально, что ETH переходит на Proof of Stake только с этой целью, чтобы заниматься цифровыми валютами, да, CBDC. И потом заключили они там партнерство с Algorand, ну, и это уже неоднократно говорит. Кроме этого, важно, на фоне развития криптолюдного рынка нам об этом говорят. Ну, и говорят, что, в принципе, выпуск займет примерно 3-4 года, то есть, ну, ориентировочно это 26-24 год, 27-й вернее. Но, опять же таки, имейте в виду, что это может произойти и раньше. Я уже об этом говорю. Банк Швейца и также запустят пилотный проект оптовой CBDC и скоро выпустят оптовую национальную валюту на бирже SDX в рамках пилотного проекта. Это у нас пишет Reuters, и это не просто эксперимент, это будут реальные деньги, эквивалентные банковским резервам. Цель состоит в тестировании транзакций с CBDC с участниками рынка. Ну, и на данный момент они осторожны, не исключая, что никогда не внедрит на широкую публику цифровой франк. Ну, типа что, они еще сомневаются, внедрят ли они внедрят. Ну, да, разработки 2017 года, поэтому они сомневаются еще. Вот, Банк Англии, цифровый фонд может работать без блокчейна и определенно хотят быть совместимыми с бизнес-моделями распределенных реестров в частном секторе, но они не были уверены, что они обеспечивают большую эффективность по сравнению с обычными. Ну, и CBDC, скорее всего, выпустят без брендинга Банка Англии, поскольку потребители будут использовать цифровые фунты через кошельки, разработанные сторонними компаниями. Ну, а сторонние компании, это что может быть? Apple, либо Stellar, либо еще какие-то криптовалютные компании. И в 2021 году, получается, начали совместную рабочую группу по CBDC, и в феврале сказали, что запуск CBDC, возможно, в этом десятилетии, но не ранее 2025 года. Ну, поэтому посмотрим, что будет дальше. Да, и, кстати, интересный момент. Банк планирует опробовать несколько различных версий распределенных реестров, в том числе общие доступные блокчейны. То есть это о чем говорит, что использовать будут, опять же таки, Apple и Stellar в первую очередь, но потом все остальные. Потом у нас Volante Technologies признала потенциал Apple, и, естественно, у нас там EBD, получается, у нас и главная встреча будет еще. И признали, получается, было показано недавно членам сообщества XRP. Я в своем твите прикрепил фрагмент видео, в котором представители рассказывают о предстоящем потенциале Apple и GPI Global Payments Innovations для PSP. И потом также у нас эксперт призывает к осторожности, говорят, что цена XRP может не помпануться, как прогнозировалось. Ну и в целом, если кто-то говорит, что XRP не взлетит в цене, не заменит мировую валюту или что нет переключателя на флип, это не фат, относитесь скептически ко всему, во что вы инвестируете, остерегайтесь истинно верующих. Но, опять же-таки, нужно понимать, что мировая валюта, может быть, сам токен XRP не будет, но он будет вспомогательный. И когда это произойдет, как раз-таки вот 25-й год, нам говорят, как минимум подождать. То есть, опять же-таки, бычий рынок, либо это 30-й потолок. Это уже будет вторая бычка, я думаю. Ну и предсказывали нам по поводу 250 долларов. Ну и нам говорят, что кто-то еще говорил, в Alhill Capital, типа, 3-5 доллара, либо 22 тысячи долларов. Но это уже смешно, опять же-таки. Я считаю, все, конечно, возможно, но нужно ставить адекватные цели для начала 3-4 доллара, а там уже посмотрим. То есть, хай хотя бы с 2018 года. Потом ведущий US делится новыми доказательствами, которые ослабляют общий аргумент секрет против Apple. Ну и Дитон говорит по поводу того, что я нашел Spend the Beats, когда искал разработчиков на XRP Ledger, которые не получили ни цента и какой-либо помощи от Apple. На самом деле считаю, что Apple совершенно не знали, и получается, о том предложении. И на самом деле утверждал, что обнаружил камбой Spend the Beats, когда Apple и твои руководители, получается, совершенно не знали о компании. Ну и, соответственно, резюме Spend the Beats ослабляет аргументы секрет, и говорят, что, получается, STB у нас и Тепджетс являются лучшими примерами, опровергающими аргумент секрет об общих предприятиях. Ну и противоречивый общий корпоративный аргумент. Получается, у нас комиссия с магом делает противоречивые заявления, чтобы оправдать общую террорию предприятия. Утверждала, что Apple – это обычное предприятие, однако комиссия отказалась от этой позиции, после того, как советник Apple предоставил доказательство того, получается, что инвесторы не получали никакой прибыли от компании, просто держа XRP. Ну, понятное дело, пока ты не продал, ты не заработал. По-моему, логично и так. И SEC отказалась от этого утверждения, утверждая, что вся экосистема является общим предприятием в случае с Apple, и экосистема включает в себя держатели XRP по всему миру, глобальные биржи, в которых размешена монета, и всех поставщиков, которые принимают монету в качестве способа оплаты. И чтобы подкрепить аргумент, SEC нанялась свидетель эксперта, который показал, что держатели XRP полагались на усилия Apple, и судья Торрес, получается, исключила мнение эксперта после того, как Apple предоставила 3000 письменных показателей держателей, которые утверждали обратно. Ну, и SEC утверждала, что XRP – это у нас обычное предприятие, DITA называет это аргумент шизофренической защитой. Потом у нас бычий рынок только начинается, нам говорят, делают ставки, трейдеры с WorldStreet, но подходит ли он для криптовалюты, и ралли на рынке криптовалюты в начальной стадии, нам говорят. Ну, ралли, ребята, вы заметили, особенно пальто. Традиционный рынок может придать ему дополнительный импульс. Ну, и, конечно же, у нас говорят, что вот у нас S&P 500 растет, NASDAQ растет, поэтому обязательно, что для криптоинвесторов рост искусственного интеллекта, также технологии блокчейна. У нас широкое внедрение, получается, может стать бычкой типа того, что... Ну, и, соответственно, на прошлой неделе рынок у нас продолжал расти. Ну, вот давайте глядим, ради интереса, что у нас по S&P. И как раз-таки, ну, получается отскок, понятное дело, мы перекрыли практически все падение, что у нас было, но нужно иметь в виду, что нифига еще, может быть, не закончилось, и после этого может быть дальнейший овал, поэтому нужно держать, как говорится, руку на пульсе и наблюдать за этой всей ситуацией. И говорить, что традиционный рынок продолжит бычий тренд, получается, и формирование цифрового золота или сохранение стоимости может привлечь больше инвесторов, ищущих альтернативный или дополнительный актив к акциям. Ну, типа того, что фонда уже отросла, а в крипту сейчас инвестировать самое время. Ну, конечно же, на хаях самое время, понятное дело. В результате продолжающегося ралли акции потенциально может стимулировать приток инвестиций на рынок криптовалют. Ну, странно, что параллельно это не происходило, а сейчас они, типа, все раздуплились, да, типа, вот надо заходить, но пытаются нам это внушить. По поводу XLM, в принципе, отскок у нас произошел, естественно, на хаях сейчас заходить смысла нет. По поводу XRP, я уже говорил, я ожидаю снижения, по XRP мы видим, что мы падаем, и вот эта формация, как только мы пробиваем вот эти все ключевые уровни, на которых держатся, получается, зоны ликвидности, да, то по стопам мы это легко дело прошьем, и можем сходить вплоть до 32 центов, а то и 30 как минимум. Поэтому ожидаем, всем удачи и всем пока. Продолжение следует...